Не все так просто, как мы себе это представляем. Я еще раз говорю, все в истории когда-то было. И форум, доводский форум, проходит уже достаточно давно. Помимо того, что там есть бизнесовая часть, то, которую я описал, кто-нибудь припоминает, как в политике появился Тегибко и Яценюк? Активной политики. Я вам напомню о том, что во время опять пресловутого, ну просто мне он ближе, 2005 года, форум в Давосе, помимо выступлений таких политиков, которые никакого отношения не имеют напрямую к бизнесу, это Тимошенко, планировалось выступление Тимошенко или Януковича. А по какой причине Тимошенко или Януковича? Потому что это были претенденты на определенные политические амбиции. Там были презентованы еще Тегибко и Яценюк, которые после этого форума, ну по крайней мере точно один из них, стал претендовать на высокие посты в правительстве и высокое звание политика, активного политика, активного игрока в Украине. К большому моему сожалению, потому что вреда было нанесено значительно больше, чем пользы. Но форум в Давосе является такой площадкой, который, по моему мнению, является как такими смотринами, определенными политическими смотринами, где представляются активные в будущем политики, могут быть, по крайней мере они себя так мыслят. И мне кажется, что с этого ракурса ничего в Давосском форуме не поменялось. Он помимо представления инфраструктурных проектов, которых у нас нет, определенные бизнесовые проекты, которых тоже у нас на сегодняшний момент нет. У меня есть объяснение, почему туда потянулись народные депутаты и другие политики. Это смотрины, на которых будут представлены они. Это больше не смотрины, это больше выставка. Потому что смотрины у нас проходят в американском посольстве. Если вас там не одобрали, то ни в який Давос вы уже не едете. Это абсолютно точно. И никаким политиком в Украине за последние 15 лет, без добра американского посольства, вы не будете. В принципе. То есть сначала там, а потом уже там вас показывают, и тогда вы входите на дискуссионные панели, на банкеты и так далее. А не от того, что вы украинский политик. Там взагалі большинство не знает, что такое Украина и где она находится. А вот с вашей точки зрения, для экономики Украины реально есть какие-то... Дело в том, что Давосский форум – это не бизнес-форум. Там можно презентовать, там бачение, как будет развиваться страна. Там навіть инфраструктурные проекты, это не инвестиционный форум. Это форум глобальный, это форум глобального развития, это форум глобального бачения, развития своей страны. Чи мы будем демонстрировать слайды нашего уряда, которые просто смешные с точки зрения экономики? Что Украина продемонстрирует на Давосскому форуме? У нас навіть немае программи уряду в звичном вигляді, как пишутся программи уряду. У нас її немає. Те, що проголосували, то якісь дитячі аплікації, те, що вони презентували в Верховній Раді. Точніше, я знаю, як вони вийшли, ті аплікації. Вони взяли просто грантові свої обов'язки, все склеили в одну папку і сказали, що це программа уряду. Ну, це смешно. Це навіть, ну, там, вони самі себе характеризують так, тому не дивно, що у них така папка. Але Україні презентувати там абсолютно нема чого. Те, що виставка нових облич може бути, щоб їх побачили, з ними познайомилися, можливо… Горьче Рух мав туди приїхали прем'єр-міністр України і презентували програму 40% розвитку МВП за 5 років. Це не програма, це дитячі аплікації, якщо не сказати гірше, що ще в дітей буває. Тобто він посоромився просто доїхали? Це не програма. В Україні немає програми уряду. Програма має мати строки, заходи відповідальних, бюджет, терміни виконання, хто відповідальний, які результати, при яких капіталовкладеннях можна отримати. Цього всього немає. Там дитячі аплікації, хто хоче, може погуглити і зайти. В Україні це теж не проходить. У нас так склалося, що воно прийшло. Але питання в іншому, що нові обличчя, я не знаю навіть, які там нові обличчя можуть презентуватись. Я вважаю, що взагалі поїздка України на цей форум, вона абсолютно беззмістовна. Тобто поїхали попити кави, віскі, подихати свіжим повітрям. Пофотографуватись, ніякого результату жодного не буде. Особисто для країни. Можливо, для окремих особистостей. Так.